Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. О здоровье сельской медицины. Глава города оценил работу офиса врача общей практики в Хуторе-Рассвет. Дефект бабочки. В Анапе началась борьба с крылатыми карантинными вредителями. Сергей Сергеев оценил работу отделения врача общей практики в Хуторе-Рассвет. Глава НАПа бывал регулярно на строительной площадке, решая возникающие в процессе вопросы. Сегодня Сергей Павлович посмотрел на лечебное учреждение в работе. Принимать пациентов здесь начали неделю назад, как только получили лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю общеврачебная практика. Стройка была стремительная каких-то 4 месяца. Столько же ушло на получение лицензии. По закону начинать оформлять документы можно только после введения здания в эксплуатацию. Но вот весь путь пройден и новое лечебное учреждение открыто. Пациенты – свыше 3000 жителей Рассвета и Зари. Качественное медицинское обслуживание для них стало доступным. Люди все долго ждали. Мы вообще не верили, что это когда-то свершится. Учитывая, что в стране кризис экономический, санкции, дефицит бюджета. А тут, на тебе, наш мэр нам, я считаю, что это его заслуга, волю проявил. Настоял он, выделил деньги и построил нам такое прекрасное здание. Да, этот проект глава Анапы назвал в числе приоритетных. И благодаря поддержке губернатора муниципалитет получил средства на его реализацию. Процесс стройки Сергей Павлович держал на личном контроле. Его интересовал результат, открытый для пациента в двери. Сегодня результат есть, вовсю идет прием. А ведет его, по словам местных жителей, молодой, перспективный и очень грамотный врач – Валентин Сергеевич Шишкин. В день через его кабинет проходит не меньше 30 человек. Его помощница Людмила Степановна Шайко 39 лет оказывала фельдшерскую доврачебную помощь жителям Рассвета. Быть на втором плане ее совсем не смущает. Говорит, работы хватит всем. Я рада, что в моем возрасте я дождалась таких условий для работы. Тут, во-первых, доктор у нас. Раньше доктора не было. Работала только я одна в Рассвете. А сейчас доктор рядом. Процедуры тут все будут. И дневной стационар будет. И физик кабинет будет работать, функционер. Педиатр будет приезжать сюда чаще. Так что, конечно, комфорт более, как говорится, доступный будет для людей. Главу Анапы здесь встретили с искренней радостью. Похвастаться врачам есть чем. Небольшая экскурсия для первого лица, физиокабинет, процедурный, педиатрический, дневной стационар, на который сейчас оформляют лицензию. К слову, здесь будет и аптека. Проект здания типовой. И на первый взгляд для работников и пациентов созданы комфортные условия. Но Сергей Павлович дает поручение присмотреться ко всем нюансам. Наша задача ежедневно мониторить у нее, какие есть неудобства. Потому что это не последний наш, не последний осмотр. Чтобы мы потом уже смотрели и ошибок не допускали. Потому что одно дело нарисовать, другое дело эксплуатировать. Как минимум две заявки ждут своего часа. Планируется построить офисы врача общей практики в Усатовой балке и Чиконе. 69 участков земли. Вот такие, как ваш, зарезервированы под школы, детские сады и лечебные учреждения. 69. Мы их ни в коем разе никуда не продадим, ни отдадим. Это должны быть социальные. Раз они есть, участки, то есть подготовительную работу мы провели. У нас есть проектно-смертная документация, у нас есть участки, то есть есть все. Муниципалитет ведет постоянную работу с федеральными и краевыми программами, что позволяет на условиях софинансирования реализовывать вот такие социально важные проекты. Дом культуры поселка Виноградный получит 2 миллиона рублей на модернизацию. Это стало возможным благодаря участию Анапы в партийном проекте «Единой России» местный дом культуры. В рамках реализации проекта состоялось заседание выездного комитета по вопросам культуры, средств массовой информации, молодежной политики и спорта. Дом культуры поселка Виноградный – место притяжения сельских жителей. Только сейчас на детской досуговой площадке занимается около 70 школьников младшего возраста. Но у ДК есть проблемы, решить которые без дополнительного финансирования не представляется возможным. Кулисы большого зала пришли в негодность. Осветительное оборудование не удается использовать без соответствующей конструкции. Кресел в зале не хватает. В 2017 году партия «Единая Россия» инициировала выделение средств из бюджета на модернизацию культурных объектов. Управление культуры Анапы подало заявку на участие. В результате уже в августе Дом культуры Виноградного получит 2 миллиона на приобретение необходимого оборудования. Как нам сказали в Нижнем России, вызывали, кто-то делал оливье, а кто-то сидел и делал документы. Нам повезло. Вот о чем мы говорим. Это не просто так вам взяли и подарили вам. Нет, просто большое спасибо, что нас заметили. Проект рассчитан на три года. В планах у администрации привлечь средства и в другие сельские дома культуры. На очереди 3 ДК в селе Юровка, в станице Анапской и Благовещенской. Заявке предусмотрено приобретение для Дома культуры станицы Благовещенской штанкетного хозяйства, одежды, сцены, кресел, звукоусилительной аппаратуры, светового оборудования, музыкальных инструментов для Дома культуры на сумму 3 миллиона 391 тысяча 100 рублей. Ремонт зрительного зала Дома культуры будет завершен в этом году. Масштабный проект «Единая Россия» включает в себя программы и по другим направлениям. Это значит, что средства можно получить и на развитие объектов образования, спорта и других отраслей. Это, конечно, большое участие и спасибо большое начальнику управления культурой, которая смогла войти в эту программу. И вот мы сегодня увидели результат работы. И директора Дома культуры, главы администрации Виноградного поселкового совета, как они выполнили эту программу, что было выделено сюда 2 миллиона рублей партия «Единая Россия». 10% на финансирование было из местного бюджета и 10% из городского бюджета. Сегодня мы это все посмотрели, выполнили все полностью на 100%, за что им большая благодарность. Я думаю, есть у нас уже пример, с кого брать и участвовать в этом партийном проекте, и управлению образованием, и управлению спортом, и всем остальным нашим управлением. В планах провести расширенное заседание, в котором примут участие руководители всех городских управлений. По итогам встречи будет принято решение о дальнейшей реализации программы партии «Единая Россия». За состоянием Пионерского проспекта будут следить тщательнее. Мэр города-курорта Сергей Сергеев поставил задачу перед службами ЖКХ ежедневно инспектировать главную курортную магистраль. После проведенного благоустройства проспект преобразился, став по-настоящему курортным. Все положительные изменения надо поддерживать в образцовом виде, регулярно наводить чистоту, следить за состоянием клумб и вовремя косить траву на газонах. Анапский Пионерский проспект по праву может называться «зеленым». Тысячи цветов, кустарников, по обе стороны магистрали – стройные ряды хвойных деревьев, в тени которых так любят прогуливаться наши отдыхающие. Они отмечают, что с каждым годом Анапа становится все краше. Пешеходная зона мне нравится и нравится еще, что есть зона велосипедистов. Зеленая зона мне очень нравится, опять же, ну я из Белоруссии, там у нас также отличительная черта – очень чисто, да, и очень много растительности, поэтому здесь вы не уступаете. Чистый Пионерский проспект, нас очень это радует, очень приятно гулять. Цветы просто прекрасные, прекрасные, очень ухоженные газоны, очень все красиво, облагорожено. По благоустройству все очень даже красиво, да, розы вообще шикарные, да, оформление. Мы уже четвертый год отдыхаем в Анапе, собственно, на Пионерском поставили новые вот эти вот подсвечивающиеся фигурки, это радует. 11 километров зеленой зоны – это не только красиво, но и трудоемко. За чистотой и внешним видом проспекта ежедневно следят анапские коммунальщики. Но, по мнению главы города-курорта, есть недоработки, которые портят общую картину. Работа по благоустройству поручена усилить, и не только в курортной зоне. Еще одна гостевая трасса – Анапское шоссе – требует постоянного внимания. Еще весной предприниматели откликнулись на призыв администрации благоустроить тротуар. Сейчас Сергей Сергеев поручил городским службам привести в порядок пешеходную зону на противоположной стороне. В эти дни на участке работают три бригады предприятия «Ремстрой». На первом этапе здесь уложат 600 квадратов тротуарной плитки, установят бордюры, благоустроят территорию. Ширина нового тротуара составит 2 метра. Следующими этапами плитку заменят и на других участках. Так постепенно планируется полностью привести в порядок въездную магистраль. В Анапе продолжают обработку зеленых насаждений от вредных насекомых. На этот раз от американской белой бабочки. Ее гусеница представляет большую опасность для плодовых деревьев и кустарников. Эта насекомая – один из карантинных вредителей. У бабочки нет естественного врага в природе, поэтому бороться с ней приходится человеку. О том, как это происходит в Анапе – в следующем сюжете. Буквально несколько дней, и вот уже гусеницы дожили до третьего возраста, напитались, и вот таким вот образом вредят. Эти насекомые теплолюбивы и хорошо чувствуют себя во влажном климате. В этом году американскую белую бабочку в Анапе обнаружили 6 июня. На деревьях появились целые колонии. Хоть сама бабочка и безобидна, одна особь может отложить более 300 яиц. Из них появляются прожорливые гусеницы, наиболее уязвимы – клёны шелковица. Под удар попадают и плодовые деревья. Совсем недавно вредители распробовали листву грецкого ореха. Конечно, допускать до того момента, когда гнездо уже разрослось и достигает полметра или метра величину, конечно, не стоит. Можно обработать любым разрешенным для применения в городской черте пестицидом, инсектицидом. Это поможет либо, если гнездо небольшое, то банально срезать эту ветку и, естественно, уничтожить гусеницы, которые там находятся. Самый действенный способ борьбы с вредителем – обработка пестицидами. Современные препараты безвредны для людей. Главное – соблюдать правила безопасности и тщательно мыть обработанные фрукты и овощи перед употреблением. Мы находимся на курорте, поэтому применять какие хочешь яды, как где-нибудь в лесу, например, или в поле, в садах промышленных, нельзя. Приходится подбирать яды, которые наносят минимальный вред и отдыхающим, и людям, и экологии. Есть такие яды, которые мудрые японцы придумали, называется он демелин. Суть их в чем, что не травится эта гусеница, а у нее не развивается кожный покров, кутикула. То есть она в своей скорлупе задыхается. Борьба с бабочками ведется повсеместная. Обрабатываются деревья и кустарники, особенно тщательно в курортной зоне. Ведь гусеницы способны вредить не только деревьям, но и человеку. Они могут вызывать аллергию. Все зеленые зоны курорта под контролем специалистов зеленстроя. А вот частные территории – ответственность землесобственников. Это один из карантинных объектов, которые отслеживаются родсельхознадзором. И борьба с которыми входит в обязанности землесобственников и землепользователей. И нарушение правил этой борьбы, естественно, подпадает под административную ответственность. Так же, как борьба с англосом. За сезон бабочки, как правило, воспроизводят два поколения. Первый этап продолжается с июня до середины июля. Следующее поколение начнет вредить в середине августа. Специалисты напоминают – от эффективности борьбы с вредителем будет зависеть здоровье урожая. В мир волшебных эмоций и незабываемых впечатлений Анапский дельфинарий на Большом Утрише празднует юбилей. Об одном из сказочных мест природы Черноморского побережья в следующем сюжете. Анапскому дельфинарию на Большом Утрише исполняется 25 лет. Вот уже четверть века коллектив артистов, тренеров и сотрудников не устает удивлять многочисленных посетителей яркими запоминающимися представлениями. Уникальность этого дельфинария в его местоположении. Ведь артисты и дельфины Афалины, и белухи, и ластоногие живут и выступают в естественных природных условиях – в открытом море, усновании Кавказских гор. И в каждом сезоне гостей ожидает множество сюрпризов. Каждый сезон мы стараемся обновить нашу программу. Возможно, номера будут повторяться, но всегда какая-то изюминка присутствует. У нас в каждое представление выходят разные ластоногие, и поэтому наши гости за сезон могут приехать к нам в дельфинарии несколько раз, и каждый раз они посмотрят новое представление. Кроме дельфинов, здесь можно полюбоваться и на южноамериканских морских львов, и на белух, и на морских котиков. Все хвостатые звезды неизменно дружелюбны и показывают чудеса артистизма в спортивных играх, зажигательных танцах и еще многих умениях. А в этом сезоне зрители будут ждать еще один сюрприз. У нас ожидается пополнение, у нас рождятся малыши-дельфинята, и гости, которые приедут к нам в дельфинарии, могут посмотреть малышей, которые будут во время программы плавать рядом с мамочками. Здесь также можно поплавать с дельфинами, сделать фото на память, прокатиться на лодке, управляемой дельфином. Восторг и незабываемое впечатление гарантированы и детям, и взрослым. Представление очень понравилось, я подумал, раш. Радость, конечно, сердце даже бьется. Очень понравилось. Ожидали, что увидеть, больше увидели. Именно эмоции мы получили выше крыши. Мы отпускались. Приоткрыть дверь в волшебный мир просто. Анапский дельфинарий расположен в поселке Большой Утриш. Добраться можно с экскурсионной группой на автобусе или на прогулочном катере, а также самостоятельно на автомобиле или маршрутом автобусе 109 до поселка Большой Утриш. Телефон 8 800 100 333 7. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» колбаса «Вечина» 209,90, сосиски «Родионовские» 269,90, сервилат «Российский» 319,90, «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28, «И Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 22 июня в Анапе ожидается переменная облачность. Утром и днем возможны дожди. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 18 и выше ноля. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новостей «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию.